После чудом удавшегося побега из России Мария Павловна Романова вместе с супругом Сергеем Путятиным проведут в Румынии чуть меньше года. Как только в Бухарест приедут старшие путятины вместе с внуком Малышом Романом, семья решит перебраться в Лондон к Дмитрию Павловичу, брату Марии. В начале их жизни в Лондоне Мария совершит первую из череды ошибок, то есть начнет продавать свои драгоценности, которые она переправила еще из Петербурга в Швецию, частично, таким образом сбывая их гораздо ниже их настоящей стоимости. Тем не менее, деньги получены, можно заняться поиском жилья, отправить мужа обратно в Румынию за сыном, но приходят страшные новости. Маленький Роман умирает от кишечной инфекции. Мало-помалу Мария приходит в себя, пробует себя в качестве швеи в Лондоне, потом происходит ее встреча с мачехой Ольгой Полей, и вся семья решает переехать в Париж. Маленький Роман Маленький Роман В Париже Мария занимается благотворительностью в Красном Кресте. На тот момент в столице и в окрестностях находилось около 300 тысяч беженцев из России, и всем им нужна была помощь. Среди беженцев свирепствовали и сотнями уносили жизни испанка, сыпной и брюшной тиф, дифтерия. Особенно страдали дети. Помню, рассказывали, как в одном из островных лагерей беженцев разразилась эпидемия дифтерии. Умерли почти все дети. Считалось, что с сибирским исходом всего покинувших Россию превысило полтора миллиона человек. Эта интервенция была в тягость европейским странам, которым хватало своих послевоенных трудностей. И тем не менее, они по мере сил помогали беженцам. Со своей стороны русские принесли в принявшие их страны артистизм, культуру, культ прекрасного, чего не смогли вытравить ни трагическое прошлое, ни убогое настоящее. То и дело, Марию Павловну Романову и ее мужа Сергея Путятина просят вложить деньги в чье-то дело, в чье-то предприятие. Эти предприятия постоянно прогорают. Мария ошибочно полагала, что муж лучше справится с финансовыми вопросами. Но его подводили и отзывчивость, и неопытность. В итоге средства кончаются, а доходов нет и не предвидится. Осенью 1921 года Мария Павловна знакомится с мадемуазель Коко Шанель. Это знакомство приведет к созданию мастерской Китмер, где делались вышивки для моделей Шанель. Несмотря на головокружительный успех, Мария Павловна все равно не умела организовывать предприятия, не умела расставлять приоритеты. Это приводило к тому, что она то и дело была вынуждена продавать драгоценности, чтобы держать мастерскую на плаву. Она не уставала учить меня жизни. Я утратила массу иллюзий, но по крайней мере научилась видеть вещи, как они есть, а не в свете былых представлений. И за это я ей благодарна. И еще одну важную вещь она для меня сделала. Научила внимательнее относиться к своей внешности. Вы совершаете большую ошибку, щеголя в виде беженки, учила она. Не рассчитывайте возбудить к себе сочувствие. Люди просто станут избегать вас. Если вы думаете заводить собственное дело, извольте являть собой процветание. Работая для Шанель, мы стали получать заказы от покупателей, желавших иметь повторение вышивок с ее моделей. Нам разрешалось это делать только для иностранных покупателей. Распространять копии во Франции мы не имели права. В основном это были покупатели из Америки. И благодаря им я впервые завела там деловые связи. Припоминаю, что первый заказ пришел от Курцмана из Нью-Йорка. Просили несколько дюжин готовых блузок. Несколько недель спустя я получила от фирмы Курцмана вырезки из нью-йоркских газет. И поначалу даже не поняла, что это такое. Потом я уже узнала, что это реклама. В фирме Курцмана не терпелось известить свою клиентуру, что она первой продает в Америке мои вышивки. Чтобы выигрышнее представить их, само оповещение было выполнено с большим тщанием. Текст был заключен в рамку. Во всех четырех углах выставлены мои инициалы, увенчанные короной. В тексте же, поименованное с полным титулом, я объявлялась автором этих блузок. Я была возмущена и подавлена. Ничего не зная о рекламных трюках, я не могла понять, зачем вообще понадобилось связывать мое имя с вещами, которые я продаю. Мария Павловна хотела, чтобы ее бизнес рос. Она хотела выходить на рынок в общем, не только работать на дом Шанель. Но быстро стало понятно, что это невозможно. Шанель начинает работать с другими вышивальщицами. А мастерская Мария Павловна быстро теряет своеобразие, работая на новых разных клиентов. Китмер был поглощен спустя несколько лет уважаемой французской фирмой, но сохранил название мастерской и ее клиентуру. За это время окончательно расстраиваются отношения между супругами, что приводит к разводу. Но в жизни Марии Павловны происходят и радостные события. Ей удается наладить отношения с сыном Ленартом. Они встречаются несколько раз, каждый раз на нейтральной территории. После развода в 1927 году Мария Павловна покупает небольшой домик в Булонском лесу. Там она предается одиночеству. На тот момент Дмитрий Павлович уже живет в Лондоне, потому что он женился. Мария Павловна живет тем, что пишет статьи для шведского журнала и общается с группой французских историков, в котором она зачитывает зарисовки воспоминания о своем детстве и юности в Петербурге. Можно сказать, что так было положено начало книги, которая выйдет через несколько лет в Нью-Йорке. В Копенгагене проходят похороны Марии Федоровны в достующей императрице. Скоро не станет Ольги Полей, мачехи Марии Павловны. Брат Дмитрий живет в Лондоне. Связь с прошлым ослабевает. В Америке появляются новые перспективы, публикация книги, а также работа в качестве модного консультанта. При мне было 300 долларов, все, что я имела, не считая долгов. Я взяла пишущую машинку и переборов себя русскую гитару. Тревожно и грустно было уезжать из Парижа, но внешне я старалась вести себя выдержанно. В пути я прилежно стучала на машинке, в этом было мое спасение и отрада. Однажды вечером я смотрела в иллюминатор, как садится солнце, и совсем рядом, я даже видела людей на палубе, прошел пароход. И нахлынуло безумное желание прыгнуть за борт, плыть к нему. Он вернет меня в Европу. Эта встряска отрезвила меня. Я струсила, мне незачем оглядываться назад и попусту раскаиваться. Мне предстоит строить новое будущее. И на этот раз я должна добиться успеха. Так заканчивается книга, но не заканчивается ее история. Мария Павловна будет жить в Аргентине, в Европе, писать статьи. Она была достаточно известным фотографом. Последние годы жизни она проведет со своим сыном Ленартом в Германии. Я думаю, что сбылась мечта Марии Павловны, о которой она писала в начале книги, о том, что сила духа Романовых никогда не должна ее покидать. Я думаю, что вот это умение идти до конца, никогда не сдаваться, оно присуще не только дому Романовых, но и всем русским. Это был «Русский портрет». Если вам интересна тема русской культуры, идентичности и эмиграции, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. До новых встреч!